всем большой привет у меня такой симпатичный осенний букетик здесь пижма какой-то кустик с красными листочками вот это растение не быстрее как называется у нас на клумбе оно было в общем вот акварельная бумага у меня скетчбук а в телеграм-канале я выложу фотографию да вот это вот букетиком референс ссылка будет в комментариях и под видео так что переходите и подписывайтесь и начинаем рисовать я намечу карандашиком примерно композицию и писать буду сразу акварелью так у них ракурс тут сбоку да немного то есть вы меня видите сверху я на букет смотрю сбоку здесь меня будет располагаться пижма что-то коты орут под окном это что-то пижма уже такая нам с коричневым цветом подсохшие подвявшие в общем вот здесь будет идти пижма веточки здесь вот это вот сухая трава красивая с листочками такая вот декоративная причем часто встречала надо посмотреть как и называется если кто знает напишите вот красивые листья у нее мне кажется что такое даже лица или не рисовала мне кажется знаете как он спел с перламутром они очень красивые ветки и туда здесь такое пересечение и наслоение разных листочков собственно здесь вот эти вот красные будут идти и достаточно небольшая ветка вот сюда идет с вот этими листочками так буду использовать свою кисточку тройку белка вот краски не в кадр не влазит у меня с собой вот две коробочки немножечко да что в кадре было видно и палитра палитра керамическое мне часто про нее тоже спрашивают нужно заказать и на балберисе на зоне там большие большой выбор до разных таких форм мне очень нравилось с гранатом было тоже красивая так армии желтый беру теплый желтый цвет краски конечно хорошо было предварительно размочить немножечко такого сюда добавлю ярче интересно и получается вот пятнышками я делаю этот пижму цветочки сюда здесь здесь можно просто касание точно достаточно такой широкий широкая соцветительная направили это одна веточка так и теперь оранжевого добавлю сюда же то есть мокрое пятно фон я делать не буду то есть они будут на белом фоне и и теперь нужно коричневый цвет тоже буквально капельками да я прохожусь такой коричневый охру более спокойный и так же вот добавляем по бокам сейчас еще охру возьму разбавить так-так-так ну и здесь вот так ну немножко темнее Теперь сделаю вот этот замес для вот этой веточки симпатичной 558 охру, да, тут у меня которые есть. Вот красивая у меня краска с грануляцией коричневая, просто заранее надо это все размачивать, вот такая вот, побольше добавлю, ну и собственно наверное нужно мне взять кисть потоньше, вот эта синтетика у меня, единичка, и аккуратненько буду прорисовывать, ну такой больше как графика, вот эту вот веточку, да, на ней всякие сухие штучки параллельно делать, туда она выходит, так, здесь такое, ну, в мокрое, да, я запустила, оно там само растекается, достаточно симпатично, выходит, дальше веточка идет вниз, таким образом, и вот здесь в сторону, да, получается. Раз, два, заворачивается, так, и буду, наверное, сразу двумя кислотами, мне нужно сделать здесь сперва мокрое пятно водичкой, мокрое пятно я могу, сюда добавлю такой вот оранжевый, да, оттеночек, так, видно, как распадаются пигменты, вот здесь красивая достаточно краска, сейчас я возьму сепию на кончик кисточки и сделаю вот этот вот контур, слишком, конечно, мокрое, стараюсь, и здесь получается хвостик, да, еще идет такой, интересная вот история, здесь нажимать, да, лучше не сильно, максимально аккуратненько, и также добавить можно вот сепии капельки какие-то, ну, вот побрызгать что-то, да, такого, вот, дальше, опять, сейчас я возьму сепию, да, здесь, раз, вот такие вот штучки, и два, накрепится, а, получается веточка, и вот сюда уходит, дальше мне нужно взять водичку, сюда я наношу, так, вот так, охру, да, так, шапером, а перламутровый красивый оттеночек, можно даже капельку такого голубоватого, да, вот, добавить, он такой еле уловимый пусть будет, вот, и опять-таки вот здесь будет хвостик, и контур я делаю такой тем, раз, и сюда, капельки, да, добавить, более-таки активно, и вниз идем дальше, не забывайте, кто не подписан, подписываться в телеграм-канал, я напоминаю, что туда можно присылать свои рисунки, под любым постом, да, в комментариях, и также писать хорошие комментарии друг другу, у нас такая добрая группа, позитивная, вот, сюда вниз, да, пошел листочек, я добавляю водичку, немножко такого вот голубого оттеночка, сейчас вот охру, тоже возьму, так, и сепию, балочки, продолжаю вести вот эту вот веточку, вниз, так, потом она потолще, да, становится здесь потоньше, внизу, так, можно, наверное, кисточку тоже, другую возьму, немножко мешает, так, можно нажатие, да, увеличить, кисточки, так, ну, такого плана веточка получилась, вот, вот, сейчас еще все, скранулять, водичка, и, о, каплю надобрать, вот сюда веточку, так, и здесь она такая более уже коричневая будет, потемнее сделаю, холодильник включился, на кухне сейчас, пишу, здесь освещение хорошее, ну, и стол такой симпатичный, по цвету, ну, да, вышает, вот, прилически, включается холодильник, так, теперь, покруглее сделать, такую варанчевую воду, слегка добавлю, ну, и, собственно, острый хвостик, такой тоже, сделаю, такого плана, это пятнышки, да, тоже добавить, вот, и по левой стороне, сейчас пройдусь по веточке, да, где-то еще, она не успела высохнуть краска, она, теневая сторона, веточка объемная, тоже хорошо бы, объем ей придать, так, вот здесь, аккуратненько, по этой стороне, здесь, сейчас все, я побышину взять, тоже потемнее сделать, так, еще раз здесь пройдусь, вот, как-то так, дальше, я сейчас, ну, просто намечу светлым цветом, движение вот этой вот ветки, здесь она такая, достаточно, много места занимает, вот что хотела сказать, так, потом вниз, да, здесь, ну, водичкой буквально, такое тонированное пятно сделаем, так, вот, сюда, и сбоку, получается, вот здесь, с этой стороны, можно тоже, пятно сделать, вот, так, и, аккуратненько, вот, я прохожусь, по контуру, сюда, вот, вот здесь вот, здесь получаются такие красивые штуки там, тонкие достаточно, они заворачиваются вот сюда, так и так вот. Острая штучка. Несколько таких вот пятен, и дальше, да, вот идет вот сюда, вот сюда, вот такая штука. Выворачивается слегка, ну, примерно так. С водичкой тоже могут пройтись. Так. И вот сюда. Так. 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 Теперь мне нужно сделать у пижмы стебельки, листочки. Я буквально одним цветом, наверное, вот таким вот. Все его на палитре смешала с тем, что было. И получается, они в такие стаканчики, да, вставляются. И красивая идет веточка. Вот так. Вот так. Так. Сюда. Здесь. Здесь. Так. Здесь. Так. Вставляем в стаканчики, да, вот эти желтые цветочки и крепим на общую веточку. Так. Там внутри, конечно, потом можно потемнее будет сделать. Вот. И плюс какой-то момент, да, вот эта история. Здесь начинаются достаточно большие ветки такие с листочками, да. Вот так вот. Туда. В сторону. Так. 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 Сюда. Здесь. И сейчас можно потемнее, да, добавить вот цвет. Сейчас я возьму зеленый. Немножечко синего даже добавлю сюда. Мне нужен цвет такой более насыщенный. Вот. Как-то так. И опять-таки внутри, да, там тоже потемнее вот хочется веточек добавить. Такое вот пятно. Дальше я буду бордовые красивые эти листья начинать писать. Тоже, наверное, где-то по сухому, где-то по мокрому. Надо сделать замес правильный. Такой благородный цвет, чтобы получился. Сейчас вот карминовый, коричневый. Что-то тут пытаюсь подобрать. Размочить краски. Немножечко фиолетового, да, мне нужно будет добавить. Вот. Вот. Ну, что-то такое. Единственное, хотелось бы понасыщеннее. Вот такой. То есть погуще замес сделать. Раз. Сама веточка, она тоже такая, ну, красноватая, да, идет. Единственное, что потемнее, наверное, еще сделаю. Так. Тоненькой кисточкой вот сделаю вот эту вот веточку. На нее будут уже листики как бы цепляться. Сюда, сюда, вот. Сюда. 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 Какой-то у меня шучок прикусал. Прям про рисунку бегает. Ну, вот вниз, да. Немножко фиолетового. Вот еще возьму. Ну, вот такие. Так. Так. Вот так. Вот сюда. Угу. Так, теперь насаживаю листочки, буквально пятнами, да. Здесь, здесь. Так. Здесь хочу сделать пятно, такое более алое, красное. Так. Вот так. То есть посветлее такая растяжка. Вот здесь. С фиолетовым. Дальше потемненные будут листочки. Так. Покладненько. И вот сюда. Я тут думаю, что сейчас, ну, сделаю несколько листочков, да. И на этом видео закончу. А сама немножечко доделаю эту работу и покажу, что я доделала. Ну, во-первых, как бы для такой открытки достаточно. А во-вторых, слишком длинное видео, мне долго монтировать и загружать. Ну, и хочется просто порисовать для себя как бы без комментариев, да. Ну, немножечко что-то, какие-то детали доделать буквально. Потому что, когда это делаешь с записью, ну, слишком большое напряжение. Вот. И, может, что-то не так получится, как хотелось бы. Запись-то идет. Вот. Я взяла фиолетовую. Сейчас вот здесь, да. Пока мокрые пятна, я вот ввожу сюда. Вот. Сюда. Там, может, тут такой листик добавить. Ну, как-то так. И, получается, здесь еще есть красивые такие листья. Длинные. Ну, вот они идут. На них очень много всяких точек. Я их добавлю просто как декоративные элементы. Двумя кисточками буду писать и тонкой добавить. Наверное, вот они. Единственное, что вот как-то вот расшире, да, хотелось бы. А тонкой добавлять на них грануляцию, да, вот пятнышки. Такие всякие интересные. Все-таки веточку нужно наметить. Вот эту вот, на которую они идут, да, хотя бы вот направление. Но она тут такая небольшая, я ее сделаю подлиннее. И от нее получаются вот такие вот красивые длинные ветки. Вот так вот. Они туда. Пошли. И опять-таки, этой тоненькой кисточкой, да, я добавляю пятнышки. Вот у нас там кончик, да, такой более острый, может быть. Вот сюда. Потом вниз. Тоже. Вот как бы она здесь под низу. Веточка вот эта вот. Сюда. Так. Ну и здесь как бы внутри я просто смотрю, куда ее добавить, чтобы ничего не испортить. Вот так вот здесь. Буквально вот так. Ну как-то так. Так вот встанет. Сейчас она немножечко просядет. Где-то ярковато получилась. Вот. Вот. Ну, в принципе, на этом можно закончить осеннюю открытку. Уже сами смотрите на свое усмотрение, да, где-то вот графику, да, может по контрастнее на переднем плане, да, добавить. Сейчас подрисую и покажу, что у меня получилось. Получается, я добавила мелкие детали и сейчас синим цветом пройдюсь вот здесь всякие. Пробелы, да, закрашу. Такой эффект тени сделаю легкий. Сейчас покажу. Здесь внутри, да, вот эти вот белые части я закрашиваю. На этом я остановлюсь. Сейчас отклею малярный скотч. Ой, тут я его, конечно, хорошо прицепила. Сейчас. Такая вот симпатичная открыточка получилась. На этом у меня все. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok